Скажем так, инициативы в высшем образовании, направленные на вновь вернуть полностью высшее образование, специалитет, в смысле убрать разделение на бакалавриат, магистратуру, это все-таки также в сторону суверенного образования? Ну, Денис, для того, чтобы попасть из пункта А в пункт Б, надо знать, куда ты идешь. Правильно? Вот вы бы меня сейчас спросили, правильно ли мы идем? Нету задачи у государства достигнуть суверенитета и работать в интересах отечества. Нету. Есть задача, которую поставил Владимир Путин, уйти от американского управления. Но уйти это не значит прийти. Понимаете? Да, идет постепенно борьба с болонским процессом и, так сказать, вот этим Соросовской системой образования, которая у нас сформирована. Да, идет. Но она не идет для цели получить нечто новое. Она идет просто для галочки Владимиру Путину сказать, что вот видите, мы тут старались, как это, знаете, в том анекдоте. Приходит, значит, вол, который пахал, таскал плуг, а у него на роге сидит муха. Муха приходит и говорит, вот мы пахали. Вот вол, это вот Путин тащит. А все остальные делают вид, изображают бурную деятельность. Но при этом цели и смысла не формулируются. И вот это главная проблема. То есть недостаточно знать, что плохо. Надо знать еще, а что хорошо. А это и есть строительство суверенной государственности по всем направлениям. В том числе частью которой является образование. Понимаете, да? Там советское образование, у него были цели и смыслы. Они были искаженные. Там смысл отечества был на втором плане. На первом плане, ну, не считая, конечно, Великой Отечественной войны. Там было строительство социализма, классовая борьба, мировое рабочее движение, марксизм, ленинизм. Вот это все было. И вся система образования была выстроена под эту схему. До этого это была идеология Отечества. И образование, допустим, в Российской империи выстраивалось под идеологию Отечества. Ну, в свое время еще Ивана Грозного и Петра Первого. Сейчас такой задачи просто не стоит. Идеология запрещена конституцией. Следовательно, не может министр образования сказать, я вот это делаю для того, чтобы достигнуть этих целей. Они же запрещены. Поэтому это пока суета. Вот я, кстати, не против этих действий, но потому что, наверное, это тоже полезно в плане урока. Да, вот пройти через это. Знаете, как говорят иногда, отрицательный результат тоже результат. Вот пройти через это. Это не даст результата. Но пройти через это, наверное, полезно, чтобы сказать, да, действительно, нодовцы были правы, значит, недостаточно уйти от Америки, надо еще прийти в Россию, понимаете, и в Отечество. Да, это так.